привет тебя привет тебя и так говорил что хочу отправиться в другое место на другое кладбище но так и не вышло так и не получилось никуда выехать потому что мест много а возможности для передвижения нету итак тема сегодняшнего адового состояния тела физического физического мира физической плоти это апартаменты тебя очень важная тема которая задевает и индуизм и христианство и этический образ восприятия жизни и интерес из-за принципа эта тема будет из принципа как говорят старейшины все мы играем друг другу роли при жизни и когда человек умирает мы продолжаем играть другие мы продолжаем играть друг другу поскольку память об усовшем быстро угасает то тирольцы для ролевого впечатления стараются устроить шоу на поминальных встречах при жизни и буквально перед кончиной в поминальную неделю есть такая поминальная неделя в христианстве поминальную неделю тирольцы стараются выривить слезами горькими крокодилиями слезами выривить выривить все что происходит у них якобы на душе все впечатления но конечно же известно что эти тирольцы подчиняются всю жизнь машине всю жизнь подчиняются телевизору и при жизни играли младшим своим братьям сестрам отцам и матерям роли сначала они осознали свое место в семье потом они осознали свое место в обществе свое место в машине в телевизоре на радио и таких людей нарекли очень древние старейшины тирольцами такой тиролец сначала из неподготовленных сознательных впечатлений кривляется на публику льет дожди в поминальную неделю а на самом деле из-за собственной тирольности сулит всем неприятности действительно из-за такой тирольки очень скоро скоро приходит беда ведь если есть тиролец значит есть и жертва тироля в данном случае это будет мое тело и помощь такому телу материальному который очень не беспокоен материальным бытием придет не скоро поскольку людей тирольцев на похоронах усопшего на кладбище было мало то тиролец который хранит души хранит души умерших людей трупов тиролька услышав по радио любимую песню хочет поломаться или держит айфон в руке светит как зеркальцем и направляет свет айфона в лицо или на другие части тела что-то листает в этом телефоне айфоне и меняет манеру поведения вместе с пролистанными картинками вместе с жестами вместе с хныканьем и все время с каждым тач ударом о айфон меняет поведение меняет манеру поведения играет роль еще раз напомню что темы апартаменты тебя это не сколько о похоронах или поминальной неделе а сколько о о чужих жизнях в организме о том что мешает жизнь а мешают жить мешают жить только тирольцы все эти движения вся эта игра на публику тирольца тирольки и на дальнейшую тирольскую жизнь идёт только на пользу тирольки говорят что во время поминальных дней тирольцам предстоит большая игра потому что всю жизнь они играли всю жизнь у них было телевизионное шоу а-ля проекция на пантеоне антарикша небесного пространства или выше или ниже этого вот вот почему я и моё тело я моё тело дефис я моё тело никогда по своей воле не пойдёт на кладбище на похороны наблюдать псевдоиндийские похороны современного человека это первая часть ни к родственникам ни к друзьям ни к каким-то культурным личностям никогда моё тело не пойдёт на похороны наблюдать поведение специально для меня собранного подыгранного псевдоиндийские похороны индийские похороны что мы о них знаем там весело там все провожают усопшего не в мир иной а на перерождение у нас же напоминальная неделя то есть это горе навсегда сейчас пойдем водку пить и все как и при жизни играют друг другу роли я моё тело моё тело мой ум сам никогда не пойдёт и не навестит даже никогда и не будет даже думать мысли такой никогда не проронит не будет посещать подобные события как поминальные дни годины и другие обстоятельства по каким причинам по причинам апартаментов моего тела моего ума порабощения отупления и тому подобное по кармическим причинам потому что по деяниям потому что эти тирольки родственники родные жили не я моим телом моим умом а жили на стороне всегда находили причины причину причин своего чада на стороне находили это и есть кармические причины и когда мне моему телу тыкают кармическую причину я мое лицо в другом теле со стороны и якобы чуть ли не вся моя жизнь принадлежит и зависит от постороннего существа конечно же это не стоит для я моего тела никакого уважения к деяниям апартаментов посторонних обстоятельства связанные с псевдоиндийскими развязками тирольцев еще раз напоминаю индийские похороны это очень весело там отправляют на перерождение усопшего так будет лучше для меня и для моего тела учитывая восприимчивость к чужим жизням за счет вегетарианства ведь вперед забегу что апартаменты тебя это может быть и глаза и нос и подбородок и надбровные дуги и все что хочешь и горло стеклышко горло графинечек стопочка и плечи и бока и ноги и пальцы ног и ногти и все это для тирольцев учитывая всю современность и недосовременность обстоятельств может стать апартаментами тебя и какой-то псевдо игры развязки какой-то какого-то сценария которое которое сурово может поломать ход событий так будет лучше для меня и моего тела учитывая воспринимаясь к чужим жизням зарытые люди под моими ногами жмурики жмуры не любят когда их посещают просто так бабкины или это сказки что бабкины или это сказки что последнее пристанище усопшего посещают только тирольцы а простые земляне пастухи всякие всякие колодцы дела землепашцы никогда не участвуют псевдо индийских проявлениях крепкого рукопожатия такого лицемерного проявления любви объятий и тому подобное по отношению к моему телу не чувствует острой необходимости топтать зимний снег оставлять свой след стоять рядом с могилой просто гулять у могилы усопшей хомы укрыться от шума и просто подумать это место идеально подходит это не индустрии развлечений это место идеально подходит под если я мое тело намеренно придет мое тело может сесть на любую чужую могилу и это не чревато для моего будущего почему потому что зарытые здесь жмуры уже давно померли и это не чревато для моего будущего скажу почему потому что у меня есть намерения свои намерения и об этом знают усопшие здесь зарытые зарытые под землю мертвецы а для тирольцев здесь очень опасное место сейчас скажу почему для землянина такого масштаба как моего масштаба это не чревато даже ухудшением здоровья кожи и ногтей и волос как к примеру чревато ухудшением тех же самых частей тела от тирольцев это самые простые тирольцы близкие молочные предки вновь пришедшие в семью предки это коллеги это всевозможные зрители они намного гораздо опаснее даже для этого места мертвый водитель все равно водитель мертвый землепашец все равно землепашец об этом стоит помнить это включает в список кто охотно не случайно наслаждается тишиной и пением птиц лаем собак то есть их сюда включать нельзя потому что сюда к примеру я мое тело приходит именно по этому случаю отдохнуть от апартаментов тебя мой взгляд не видит чужую могилу не рекомендованной для наслаждения своей старейшиной может быть со временем даже старейшиной этого места подобные места лично у меня внушают доверие к необходимости стилю жизни корневой замок муладхара чакра даже на таком небесном пространстве на такой высоте причина по которой нельзя отрицать что я мое тело по работе которого если абстрагироваться по отношению к экспириенсу причину всех причин почему именно я почему такая простая причина как этот фокус медитация за собственным дыханием ищет не родных и близких не в будущем не в прошлом Бесит ли потомство, тирольское потомство, дети, умерших здесь отцов, матерей, братьев и сестер Бесит ли потомство такое «я, мое тело», которое сигнализирует именно собственным дыханием свой собственный лик, свои собственные намерения Случайно, если потомство чужих жизней, тирольцы, куда я, мое тело, сейчас направляется после этого эфира Где тишина несвойственна, свойственно адовое состояние, снова начинается ад Все начинают зудеть по телефону, звонить кому-то и что-то обсуждать, показывая, кто круче, кто не круче Только потому, что «я, мое тело», подобно жмуру, осознает себя Особенно осознает себя на этом воздушном пространстве, на такой высоте Медитирует, наслаждается охотно и не случайно, и с целью Поэтому мне здесь так комфортно сидеть Потому что здесь «я, мое тело» спасается от апартаментов тебя От наглых тирольцев, которые когда-то сидели Очень близко по правую руку За пространствами этого места начинается ад Потому что там случаются апартаменты тебя, со всех сторон Тело, подобно жмуру, осознает себя и старается уединиться Либо сидеть почаще дома зимой Либо куда-то выйти по делам с целью Зимой на кладбище ходить и быть, как у себя в кровати, особенно приятно Это дело лично моего видеодня Как его провести? Уже потрепавшие хлопками и задетые временем могилы Где асимметрично заснеженные шапки покрывают кресты Дают понимание, что открытый мир находится в тяжелейшей экологической ситуации Тот открытый мир называют гиена огненная Все солипсы – это гнилые, падшие создания Что же будет дальше с таким миром, где апартаменты тебя Играют другие, несуществующие для я моего тела субкультуры Сильные морозы, жаркие дни не делают открытый мир безопасным местом Это ад, это нижнее место Там задавать вопросы и диктовать жизненные позиции тщетно Поэтому создание вот таких видеодневников, видеодней, каких-то записей Это намного полезнее, чем просто тиролить определенную личность Карма – это кармический уровень Черная такая чакра, которая находится между носом и межбровьем Это экспириенс, где нет ничего личного Наркотики – это бизнес И поэтому кладбище – место, где можно представить себе место тишины В место, где страдальческая карма, аджина чакра может отдохнуть Место, к которому даже самый близкий враг не сможет повесить Свои частые родственные тела, которые он хочет повесить именно на это место Более близких собственных мальчиков-нальчиков тоже повесить желают Поэтому ходить на кладбище более полезно Это настоящий отдых от гиены огненной От тирольцев, которые всюду играют в полицейских, в скорую помощь Это настоящий отдых от таких врагов населения Многие мои телеса предпочитают неизвестность И предпочитают церковь, или мечеть, или датсан Где собираются мусора, где собираются мусора человеческие В церквях, в мечетях Там мусора собираются Закопанные сто лет, двести лет назад Усопшие Намного больше успокаивают И намного больше дают помощи Ведь мертвый усопший, он все равно еще бодрствующий Так что время здесь проведенное, оно не зря И зимой на кладбище приятно ходить по ряду следующих причин Тут нечищенные дорожки между могил Где так приятно протирать обувь и оставлять следы за собой Тут можно обнаружить следы кошек или птиц Слушать лай собак здесь приятно Кромешная тишина никогда не напугает Это наоборот отдых Ад это то место, где рожденный ребенок порабощается, как пустой сосуд, чужой мыслью И шепот своего чада становится врагом Это тот открытый мир Ад это то место, где человек от этой мысли рвет на себе волосы И становится лысым Даже от того, что его чада, вновь пришедшее чадо в этот мир Стало апартаментами для чужой жизни Для самых близких друзей, соседей Для многих-многих людей И от этой мысли могут выпадать волосы И это ад ходить лысым Ад это безразличные и равнодушные телеса тирольцев Их собственных мальчиков-нальчиков Их мочек ушей недотянутых Ад это состояние полной апатии К массовым миграциям Индустриям развлечений То есть именно они и есть встречные люди Которые не болеют опасностью Зова души Зовом тоски Итак, путь, о котором мне сейчас придется рассказать Это кровавый путь Леденящая кровь Который напрямую имеет отношение к апартаментам тебя Я – мое тело Этот путь держит зрение землян в тюрьме Голоса землян в тюрьме Движение рук, ног в тюрьме Подъемы и падения настроений Это очень кровавый, леденящую кровь путь Это символ тюрьмы Эта планета – это символ тюрьмы То место – это символ тюрьмы Держит мышление в узниках спектр деревянных тел И дает драйв голодным грешникам этого пути Пути зрения Самая мечта где находится Находится в зрачках И в зрачках по своей парикмахерской возможности Часто мне приходится подносить свое лицо к зеркалу И наблюдать в своих зрачках отражение другого человека Краткостриженного другого человека Этот ужас – я, мое тело, заключенное в чужое тело Это медитативное положение Когда я, мое тело понимают Что его использовали как апартаменты Для пике молодоженов Которые всюду играют Тироль Спасатели Малибу Другие ужасы – это путь пустыни долины Энома Откуда идет многие ужасы в Ярусалиме Где на долине На долгое-долгое время Землянам чертили кровавый след Кровавый путь Где же это место? Это место называется «Тебя» Это твое тело Это мое тело Путь, где из точки А Где зарезали и убивали Пускали кровь животным Которых ненавидели Верховные люди Тирольцы Тела убитых животных Как мусор Свозили в одно и то же место В точку Б Этот маршрут зарегистрирован В глазах тебя Если кто-то не успевает За этим путем Искупаться в этой крови Насладиться В своем кровавом смехе И в кровавом бахвайстве Тот попадает в настоящий ад Тот играет тебя Тот играет целый Иерусалим Вы еще не поняли Многие еще не поняли Потому что у них нет Такой функции Они с рождения Питаются этой кровью Ходят по этому пути С расширенными Прозрачками С огнем в сердце Даже не зная об этом Но этот путь И есть символ тюрьмы Которая еще долго Будет держать тебя В тюрьме В тюрьме В заложниках В заложниках материальных оков Материальные оковы В данном случае это тебя Ад Это слово земного происхождения Где тебя Сняли как апартаменты Для персон Кто умеет быть в потоке ужаса Кровавого пути Тебя земное существо В данном случае это я Мое тело Является эномом Для Тирольцев Это проклятие тебя Тебя, которое испытывает злобу Проклятие, которое Аккумулируется Где смерть и рождение Аккумулируется Эти события Аккумулирование Сборище В точке Эти события Формируют карму Каждый, кто соприкоснулся С путем энома Иерусалим Тот испытывает смерть Тем самым Пополняет карму Этого пути И чем дольше Эном будет мучиться И никогда не примет веру Кровавого пути Кровавых тирольцев И будет пополнять Ту самую карму Тирольцев Которые наслаждаются Муками Тебя Поэтому Бороды в землю Пока Тебя Субтитры создавал DimaTorzok